Девушки отдыхают Ну жарко, ну душно, ну ничего страшного Привет, друзья, доброе утро, это Орел и Решка Доброе утро, сегодня мы прилетели в красочную Индию, штат Керла Нет, 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 это не так, Наталья Сегодня мы прилетели в жуткую, грязную, вечно бибикающую, шумную Индию Вот я не понимаю, зачем ты меня постоянно запугиваешь и пристрашаешь, вот зачем? Мне было страшно Логично, давай лучше подбрасывать монетку Давай Орел, Решка Сейчас мы решим, кому попадется золотая карта, а кому антисептик Покажи, 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 чтобы все увидели, чтобы все увидели, Решка Вот, вот антисептик, давай попрызгаем сразу тебе руки Поверь тебе, еще понадобится Ну уж ладно, это не от комаров, здесь наверняка нет комаров Держи Или здесь есть комары Иди, иди Я знала Я чувствовала, я в самолете видела, это мне приснился сон А антисептик мне оставила, можно подумать, когда у тебя золотая карта, антисептик не нужен Индийский штат Керала Это не туристическая Индия И оттого колоритная, как десятки индийских фильмов Краски, танцы, песни, праздники В Керале есть все, и даже больше Только бы успеть все это увидеть за два дня И что, в этот раз без ага? Шесть Шесть четыреста двадцать Не знаю, много это или мало Ну, надеюсь, на знакомство с Кералой хватит Да, с транспортом в этом аэропорту проблема Ни у тебя автобусов, ни электричек Вот, одни такси Хотя, в семи километрах отсюда есть автовокзал Какие мишки? Написано «Щи такси» Да ладно, и женщины за рулем А можете подкинуть до ближайшего автовокзала? Конечно, за четыреста пятьдесят рупий Отлично, едем О, как хорошо, как прохладненько В Индии я взяла настоящий индийский автомобиль с пафосным названием «Махиндра» Вообще, этот военный внедорожник был придуман американцами Но лет семьдесят назад индийская компания «Махиндра» купила у американцев лицензию И несколько десятилетий производила вот такие аналоги Ну, грязненький, старенький, плохо пахнущий, шумненький Нормальный индийский автомобиль Откидной вверх Индийский шип он такой Для бездорожья и джунглей самое оно Ну что, Махиндра, погнали! Какая у вас интересная машина Книжки, украшения Ну да, такси же для женщин все-таки В смысле, это как? Может, слышала, что в Индии у женщины нет никаких прав? Нас бьют, насилуют Даже статистика какая-то есть Каждые пятнадцать минут происходит минимум одно изнасилование Представляешь, а сесть в машину к мужчине вообще страшный риск Потому мы придумали вот такое такси для женщин Теперь любая девочка может ездить безопасно И что, мужчину в салон не возьмете? Только если он будет в компании женщины Сейчас мы едем на уникальное событие Которое происходит только в Керале И только раз в год Поэтому если мы обождаем, все, еще и пропало Да, никакой внедорожник не поможет вам в Индии ехать быстро Гляньте Тут же никто никуда не спешит Улитки Нам нужно быстрее добраться Если мы не успеем на это событие То можно будет приезжать в следующем году Ну и трафик Вот захотел ползти посреди полос Берешь и ползешь Каждый едет как хочет И как может Так, мне нужен автобус в Лапуджу Доберусь туда и все-все расскажу О, это мой Успела! Что для индийца просто автобус То для нас полноценный аттракцион Здравствуйте всем, здравствуйте Ой! Вроде бы просто способ добраться А ты вовсю погружаешься в колорит Похоже, я здесь вообще одна туристика Все местные Вообще транспорт приятный Солнце не припекает И ты все время в тенечке Окон нет, потому отлично продувает И даже сервис тут как тут В виде кондуктора И как все продумано Как здорово, чтобы выйти, а не дергают за веревочку А там здесь колокольчик И водители понимают, что нужно двери открыть Никаких тебе на углу остановить Эй, водитель, на следующей Ну просили же на остановке Дернешь за... Вот откуда это пошло Дернешь за веревочку и дверка откроется Из Индии Ладно, это шутка Я приехала в город Алапуджа Ну на первый взгляд Для Индии все очень типично Все друг другу сигналят Проезжают индийские тук-туки Пробегают женщины в саре Козочки тут как тут Но если посмотреть поближе И пройти вот сюда Вот, ради чего стоит приезжать в Алапуджу В Алапуджа огромное количество лагун Озер, каналов и рек И все они соединяются в одну пресноводную сеть Когда-то вообще всю Кералу Можно было проплыть на лодке Поэтому и знакомство со штатом И Алапуджи Стоит начать с воды Маршрутка на воде На ней местные на работу ездят А почему нет? Дешево и совсем не сердито Проезд в таких лодках-маршрутках Стоит меньше доллара Ходят лодочки по всем каналам От поселка к поселку Вся жизнь у местных жителей Происходит на воде Тут же в этих водах Люди стирают белье Кто-то в этой же воде и моется Моет посуду Кто-то рыбу продает Ловит прямо здесь Вон ребята включили музыку громко И под музычку нарубили дров много В Алапуджу очень любят приезжать индийцы Из других регионов Потому что тут же и лодки И воды И море Пляж Красота, одним словом И, кстати, очень популярно Брать в аренду вот такие хаус-боты Дома на воде В них есть спальня Кухня Ванная В общем, все, что нужно для жизни Стоит, конечно, такое удовольствие Недешево 180, 200, а то и 250 долларов В сутки Люди сняли лодку Да? Заплатили там от 180 долларов за это И при этом не сидят пафосно в своих лодках Как это делают обычно на яхтах А выходят смотреть Общаться с людьми Здесь все очень приветливые Вот все, казалось бы, хорошо Только вода очень грязная Из-за этого растения Гиацинта И само вот это вот растение Гиацинт Похоже на Сгусток плотной такой травы Многие каналы и озера Полностью им зарастают И мало того, что проплыть лодком невозможно Так этот гиацинт Еще и убивает рыб Черепах, креветок Зеленая чума для Керала Такое ощущение, что весь гиацинт Город как будто бы замер Потому что все люди сосредоточились здесь Все стоят, смотрят Машины, пробка огромнейшая Раз в год в индийском штате Керала Происходит масштабное событие Праздник Омэн Длится он целых 10 дней Всюду проходят красочные шествия На улицах вывешивают флаги Выкладывают цветочные ковры Каждый город готовит что-то особенное И попасть на эти события Может любой желающий Вот в город Варкало В праздник Оном Со всех ближайших сел и поселков Съезжаются фермеры А с ними десятки Сотни копыт Ну в смысле быков Еще вчера они работали в полях А сегодня готовятся к экспрессивным Быстрым, незабываемым гонкам быков Марамади Ну что, настроились? Представили, как бежит бык? Ну или бык, а на нем наездник Так вот, в Керале Это все выглядит намного интересней На гонках быков в Керале Бежит пара быков Управляют ими Два человека А посреди, по факту Ручной тормоз На пуле просто проехал По этой траве И стесал себе все Это так больно Победу в этих состязаниях Одержит тот Кто пробежит быстрее всего И придет к финишу В полном составе Изначально Такие гонки Были забавой местных После трудового дня В поле Сейчас же Это полноценное соревнование Судьи, пресса, зрители Я тоже так думаю Происходит все На свежевспаханных рисовых полях А по факту В таком вот болотце Мне кажется Быки не понимают Что вообще происходит Что им надо делать Они такие Побежали Куда бежать Давай в разные стороны Я хочу на траву Какой ты сумасшедший А публике нравится С одной стороны Это похоже на Профессиональный вид спорта Месяцы тренировок Мускулистые быки Специальная диета Для буйволов Матерые Опытные Погонщики Но с другой стороны Это что-то вроде Барахтанье В болотце И самое главное Что они получают Удовольствие От того Что плещутся В какахах Класс А я спешу На еще одно событие Праздника Оном Проходит оно В часе езды От Лапуджи Сейчас в Керале Сезон дождей Смотрите Туман сменяет дождь Потом выходит солнце Потом снова появляется туман Но местных не пугают Никакие перемены погоды Они толпами идут На одно из самых ярких Событий Онома Пат Маткери Конечно напоминает Какой-нибудь день города Шарики даже придают Мыльные пузыри Гуделки Люди едят мороженое Улыбаются Когда слышишь комментатора Такое ощущение Что я пришла на футбольный матч Честное слово У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Посмотрите, сколько людей! Все они собрались ради одного. Ради масштаба, колоритных гонок на лодках-змеях. Я, конечно, не ожидала, что они такие длиннющие. По легенде, раньше на таких лодках воины отправлялись на битвы. Сейчас, слава богу, битвы прекратились. А вот лодки остались. Суть соревнований проста. У каждой деревни есть своя лодка. Кто быстрее проплывет, тот и молодец. Ну, в смысле, та команда и побеждает. Они там упали! Они упали, вы видели? Мне кажется, это неудивительно, потому что она настолько узенькая. И они сидят в два ряда. Чуть там кто-нибудь встал, и все. И все развалилось. Как они вообще грибут на них, непонятно. Лодки вообще огромные. До 46 метров в длину. А в команде одной лодки... Раз, два, три, четыре. Господи, уже сорок, сорок, а я еще пол лодки не дошла. Мне кажется, около ста. Около ста мужчин с оголенным торсом в белых полотенчиках сидят на лодке. Удивительно, но вообще не вижу здесь туристов. Оле-оле-оле-оле! А местным даже дождь в радость. Им вообще, по-моему, в кайф намочиться. И намочить любимых спортсменов. Моя Махиндра везет меня в национальный парк Перьяр. Он славится вечно зелеными тропическими лесами, горами, озерами и реками, а еще свободно разгуливающими дикими животными, слонами, леопардами, тиграми. В таких диких местах и жилье дикое. Домики на дереве. Именно в одном из них я и буду жить. Раньше такие строили для охотников, ну, чтобы их не съели тигры. Так вот, на секундочку, в этом собоведнике 53 тигра. Не то, чтобы я боялась, просто в таком доме мне будет комфортней. Класс. Обалдеть. Прям хочется почувствовать всю силу, всю мощь этого дерева, всю энергетику. Да ладно! Да ладно! Бетон? Серьезно? Развод по-индийски. Что же я все время ведусь-то? Бетон, бетон. Ой, дерево из бетона. И это не бамбук. И бамбук, не бамбук. А это... И дерево, и дерево. Сплошной обман. Интересно, что внутри. Будет хоть чуть-чуть дерева. Настоящее дерево. Дерево. Хоть здесь не обманули. Вау! Вот это джакузи! Все, как я люблю. Ведра, душ. Илейка. По-богатому. Зато вид божественный. Такой райский рай. Тихо, спокойно. А где-то там... Есть в Лапудже отель, который находится в очень старом особняке. Говорят, ему 600 лет. Узнаю, почем тут сдают комнаты. Нормально. Надо взглянуть. Просто что-то не верится. Слушайте, ну, за 20 долларов я вообще не ожидала такой в Индии встретить. Огромная комната. Резная мебель из темного дерева. Такое впечатление, что еще с колониальных времен тут стоит. Шкатулка, часики раритетные. И ретро-кондиционер. То есть, вентилятор на потолке. Красота. А что там в ванной? Слушайте, а тут... Нет, ну только... Ну нет. Я что, должна встать в это ведро, чтобы мыться? Тут нет дырки в полу, чтобы вода сливалась. Или вон там она. Это она? Там паук. Кровать просто шикарно. Сейчас мы тут починим кое-что. Как будто бы никто не видел. Раз, два, три. Ай! Она жесткая. Там деревяшка, видимо, внутри. И тонкий патрон. За 20 долларов. О чем я хотела? Что я хотела в конце концов? Мне кажется, мозги куда-то в позвоночник ушли. А-а-а. В Керале можно переродиться, не умирая. Благодаря Айурведе. Это такая местная медицина. Но если у нас лечат таблетками и укольчиками, то по Айурведе медитациями, массажами, специальным питанием и спа-процедурами. Привет! Привет! Здравствуйте! Да, пожалуйста. Вау! Как пахнет вкусно! Для начала массаж, который должен расслабить и снять усталость. Вход идут вот такие мешочки. Ощущение, будто много маленьких детишек бьет тебя кулаками по ногам. На самом деле в этих мешочках 22 ароматравы. Мешочки макают в масло, которое настояно на 48 ароматических травах. После такого массажа все чакры просто как фонтан, как вулкан открываются так и закрываются. О, да. Еще, еще, еще. И когда ты уже вообще расслабился, кульминация процедура корона. На голову надевают лист бананового дерева и сверху внутрь вот этой короны заливают смесь теплых целебных масел. Говорят, после этого спать будешь как убитый. А еще головные боли уйдут, а слух и зрение улучшатся. Ой, как будто маленькие букашки у тебя как, пожалуйста, в голове. Ой, не могу. Ой, все. Эта корона на самом деле как панацея просто от всех болезней. Она лечит даже королич. в шарете если подобрать правильный состав ингредиентов этого масла и настоять на правильных травах. Все течет, затекает в уши масло, чешется голова, уши, глаза. Только бы еще взобраться в мой этот домик на дереве и дойти до тазика с ковшиком. Все, ребята, спокойной ночи вам. Я тут. тихий час. Доброй ночи. Доброй, доброй ночи. Доброе утро. Доброе утро. Первым делом на пляже. Очень хочется увидеть море. Керала славится своими пляжами. Ради них многие приезжают. Длиннющая береговая линия, высокие пальмы. на самом деле Алла-Пуджа это курорт, но не просто курорт, а аюрведический курорт. даже на пляже люди не просто загорают, а медитируют, как эти ребята. Смотрят вдаль и, наверное, не думают ни о чем. Может быть, и у меня получится? Сейчас, как они сидят? медитация успокаивает и приводит к гармонии. Главное дышать, релаксировать и ни о чем не думать. Платье вот мне не доставили. Куда же я накладну это дело? Интересно, Женя без меня хоть воду смог домой заказать? Блин, сегодня еще нюхот сломала. Вот так, будем считать, помедитировала правильно. Доброе утро, деревья. Доброе утро, лое. Доброе утро, обезьяна, которая всю ночь орала мне. Доброе утро, прекрасный мир. Пора идти, у нас ждут великие дела. Пойду в заповедник, поздороваюсь с тиграми, слонами. А я спешу на еще одно событие праздника Ону. Так, жить в таком заповеднике и не увидеть хотя бы одного зверя, это же как-то неправильно. Животные, ау, зверюшки, обезьянки, тигры. Ну, э, ну где все? Ребята, тут так жарко, я добиралась четыре часа сюда, чтобы попасть вот в эту школу. Но нет, не на урок, а для того, чтобы увидеть, как мужчины превращаются в тигров. огромный. Огрозный! Ну его к черту! Как моя башка! Вот с такими ногами! Тигр, не тигр, паук. не нашла ни слона, ни тигра. Эх, значит, не судьба. Меня зовут Исануч. Я плотник, но сегодня я тигр. Я Элиджа, работаю продавцом в ювелирке, но сегодня я леопард. Я Ману, в жизни я художник, но сегодня я тигр. И да, ребята, ни эти мужчины, ни я не сошли с ума. В праздник Оном в городе Тресур уже более 200 лет проходит фестиваль Пули-Кали. Переводится это как играть в тигра. Да, серьезно. Я думала, им на лицах просто будут маски рисовать, а они по всему телу раскрашены. Местные мужчины раз в году становятся тиграми и леопардами. И в таком виде красочным шествием идут по городу. Ну, вернемся к подготовке. Почему именно тигр? Да просто у индийских тигров дикий и сильный дух, как и у этих мужчин. Они побрили себе все. И ноги, и тело, и руки. Вот это я понимаю. Правда, красиво. Очень. И они прям срисовывают картины. Знаете, складывается впечатление, что мужчины специально отращивают животы побольше, чтобы тигр получился красивее. Ну, вот смотрите. А этот пока еще, видимо, не успел отрастить. Эх, остался без тигра. С большим животом просто играть прикольнее. Смотри. Но все остальные тигры и их животы такие серьезные. Мне кажется, потому что настраиваются. Для них эта традиция очень важна. Да и вообще все здесь на очень серьезном уровне происходит. Представители прессы, местные власти. Ну, художников взгляните. Ребята, 80 лет человеку и 60 лет он рисует тигров и леопардов. И выглядит так здорово. Меня зовут Сунеле. Я картины пишу. Меня в Индии многие знают. А сегодня я животы расписываю всем желающим бесплатно. Праздник же. Уже животов 25 разрисовал. Я студент. только учусь рисовать тигров. Это же прикольно. Все выходят из своих домов. Улицы наполняются. Город замирает. Все ждут тигров. Если вам в Индии захочется побыть в тишине, полюбоваться природой и не слышать шум индийских дорог, вперед к воде. Берите весельную лодку Шикхару и все наслаждайтесь. Я сейчас просто расплачусь. Такое спокойствие. Такая прям благодать, такая гармония, такая тишина. Просто я попала сейчас в рай. А если проголодались, местные здесь придумали отличный сервис доставка еды по воде. Еще и с музыкой. Сюда, сюда. 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 Решил спеть весь альбом. Весь свой. Я честно, искренне хочу очень сильно поесть. Пожалуйста, танцуй сюда. Дорогой мой человек. Здравствуйте. Наконец-то вы добрались домой. Оп. Оп. так все традиционненько на банановом листке. Посмотрите, все какие-то соусики, вкусности. И, конечно же, рис. Вот это все по сути одно блюдо. Традиционное индийское называется тали. Рис поливаешь заправкой, накладываешь одну из начинок и все. Ешь. Ммм, какая вкусная заправка, просто невыносимая. Это ананас. Ананас со специями, так пеканно. Я не понимаю, как они едят, как у них не выпадает. Я вся уже в рисе, грязная. Нет ни рыбы, ни мяса. Вообще. Все достаточно диетическое. из начинок. Из начинок. Вот имбирь с зеленью. Это капуста с орехами и кокосовой стружкой. Ананас с карри, картофель, горошек с карри, жареные бананы, свекла, перетертый нут. Ну и... И рис. Поправиться просто невозможно. Вкусно. Все выходят из своих домов. Улицы наполняются. Город замирает. Все ждут тигров. Я вообще не ожидала, что ради тигров, ради мужчин, переодетых тиграми, перекроют весь город. Мне кажется, вообще никто дома не остался, потому что все здесь, на большой улице. Есть несколько трупов. Они все очень готовились. У них разные немножечко способы окраски. У них разные шортики. Но каждый хочет быть лучшим. В шествии участвуют несколько тысяч тигров. Представляете? А лучшую труппу местные власти награждают грантом в размере 30 тысяч рупий. Это получается чуть меньше 500 долларов. Поэтому, мне кажется, дело тут совсем не в деньгах. Даже дождь такого мероприятия совершенно не помеха. Люди не расходятся. Я не видела ни одного, чтобы взял кто-то и убежал. Ощущение, что все трехтысячное население города сейчас здесь. И посмотрите, ни одного иностранца. нет, ребята, мне, конечно, принято. Спасибо. Господи, что ждет. Похоже, для местных я прям достопримечательность. Экзотика. В Кероле обитает более 400 духов. По крайней мере, так считают местные. с древних времен в северной части штата даже проводят обряд перевоплощения. Называется он Тэйям. Исполнять его может только мужчина, которому этот дар по наследству передал отец. Во время обряда в Тэйямщика якобы входит один из духов. Он исполняет просьбы тех, кто присутствует на обряде. сегодня специально для меня организовали личный сеанс у одного из лучших Тэйямщиков Керолы. Тэйямщиков Смотрите, какой ливень пошел. И как последнего не верить в индийские ритуалы? Ну, кажется, такое происходит, что у меня волосы дыбом. Так, у духа же можно попросить все, что угодно. Вроде бы. А можно мне золотую карту до конца сезона? Это да или нет? Это да или нет? Ничего не понятно. Но атмосферка тут царит. Ух! Какие-то такие процессы внутри происходят, о которых мне вообще ничего не известно. Таямщик ничегошеньки не объясняет. Но он же духом занят, как бы. Но принята ли просьба? Уже, может, обрабатывается. И вот в глазах так много какого-то ужаса, так много страха. И вообще осознавать странно, что сейчас это не человек. Сейчас это дух. Обряд длится каких-то пять минут. Но, по ощущениям, я уже в вечность тут нахожусь. И да-да, знаю. Выглядит это, как спектакль, шоу. Но дождь-то после обряда сразу приутих. Керала — это Индия, которую хочется назвать словом «слишком». Здесь слишком колоритно. Смотри. Слишком атмосферно. И местами слишком мистическим, чтобы быть правдой. Как фонтан. Они упали, вы видели? Я хочу на траву! Я здесь вообще одна туристка. Спешите почувствовать на себе атмосферу Керала. Пока сюда не повалило слишком много туристов. Такая прям благодать, такая гармония. Друзья, Орел-решка прячет для вас в Керале заветные 100 долларов. Видели? Чтобы найти бутылку со 100 долларами в Керале, отправляйтесь в город Кочи, на остров Уилингдон-Айленд. На заборе у отеля казино-хотел. В кустах вас и будет ждать клад от Орела-решка. Поняли? Ну, ну и где моя фантастическая подруга? Опять потерялась, засмотрелась, я не знаю, осталась где-то. Я-то подожду, но самолет ждать не будет. Наконец-то! Это какой-то кашуар, я так долго сюда добиралась. Но зато мне так понравилась Керала, мне так понравилась Индия. Она вся такая красочная, такая вкусная, колоритная. Ну, а ты что-нибудь видела интересное? Ну, видела, быка видела. А тигра? Не видела. Серьезно, ты не видела тигра? Ну, не видела, ты как будто видела. Да, я видела и не одного их было так много. Рассказываешь. Я тебе серьезно говорю, вот такие вот животы у тигров. Патем, мы с тобой сейчас на самолетах. В смысле? Я жива в заповеднике, где обитали? Да там и леопарды были, можете представить? Леопарды, иди. В городе, иди. В смысле? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова